День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Регина, добрый день. Добрый день, Андрик, да. Я рада, что мы в итоге встретились, пусть виртуально, но главное, у нас есть возможность пообщаться с послушателями. Да, это самое главное. Ну и вот радость пришла в дом к президенту Латвии. Господин Левит заявил, что в последние недели работа правительства заметно улучшилась. Ну вот я понимаю, что с одной стороны вы, представитель оппозиции, вроде вам как-то и не с руки соглашаться, но попытаемся как-то объективно разобраться, действительно ли прав президент и можно ли доверять как бы вот такой внешнему антуражу. Сколько мы видим, ну правительство теперь, по крайней мере, вот эти все пандемийные вопросы обсуждает в открытом режиме. Вроде бы прогресс какой-то есть. Ну вот сейчас о качестве этих решений мы и поговорим. Давайте. Да, лично никакого прогресса не наблюдаю, если честно. И не наблюдают те люди, с которыми я общаюсь, наоборот, ситуация становится только хуже. Хуже почему? Хуже, потому что, первое, люди должны как-то планировать свою жизнь, понимать структуру своих доходов по месяцам, когда и что будет. В какой месяц? Получат ли они в этом месяце зарплату? Нет еще понимания того, до какого периода сохранится пособие по простою? В какой месяц могут открыться определенные отрасли? Этого ничего нет. Нет. Именно планирование жизни страны – это одна из главных функций любого руководителя и нашего правительства в том числе. Я могу сказать, что по итогам прошлой недели два единственных решения, которые были приняты правительством и утверждены в Сейме. Первое – это было разрешить представителям государственной полиции закрывать любые торговые точки из-за каких-то нарушений эпидемиологических требований, либо тех бесконечных распоряжений, которые напринимало правительство за весь минувший год. И второе решение было опять-таки в сторону усугубления ограничений – это разрешить самоуправлением крупных городов принимать решение об отмене льгот для определенных категорий жителей, пенсионерам, школьникам, студентам, инвалидам в часы пик. Причем эти часы пик не были обозначены какими-то временными ранками, было бы написано просто вот так вот, обтекаемо. То есть и последнее заявление, которое было сделано Кареншем, оно напоминало так, вот пригрозили пальчиком. Вы не думайте, что мы сейчас после 6 апреля возьмем и отменим все эти ограничения, ведем послабление. Нет, зачем? Мы отменим просто чрезвычайную ситуацию, что с чисто юридической и правовой точки зрения может выразиться в том, что могут прекратиться, например, выплаты пособий по простою. То есть в какой-то момент, да? Мы возвращаемся опять к такому пограничному рубежу, который у нас был осенью, когда после затишья пандемии летом, осенью число заболевших начало расти, правительство ничего не делало, уже не выплачивало пособие по простою, и вдруг в ноябре они закрыли первую, пусть небольшую, но отрасль для нескольких сотен людей. Это руководители кружков по интересам и преподаватели музыки, спорта и так далее. Эти люди, кстати, компенсацию за свой простой в ноябре так и не получили. Они остались за бортом, сказали, а кто вы такие, вот такие мелкие, мы вас особо там не заметим. И все какие-то действия начали производиться только в декабре с огромным опозданием. Мы помним все, все как было, как массово начали болеть в реке, в пансионатах, и только в январе начали по этому поводу приниматься какие-то меры и так далее. Сегодня с помпой открывается первый центр массовой вакцинации на Кипселе. И нам опять пытаются пустить пыль в глаза, забыв о том, что именно ошибка Винкела, которую она назвала своей стратегической человеческой ошибкой, На самом деле это, на мой взгляд, преступление, которое должно быть наказано, потому что цена этой стратегической ошибки Винкела будет выражаться даже не в миллионах и не в сотнях миллионах, а я думаю, что в миллиардах евро, которые недополучит наша экономика, и которая потом очень больно ударит по карману каждого из тех людей, которые живут в нашей стране. Еще нужно будет, естественно, проверять, во что нам обойдутся эти центры массовой вакцинации. Напомню, они оба будут располагаться в зданиях, которые принадлежат коммерсантам. Это выставочный зал Кипсел, и второй будет открыт в центре. Я не понимаю, почему государство, обладая огромнейшим фондом недвиженной собственности, не нашло возможности сделать центры массовой вакцинации у себя. Почему мы продолжаем тратить деньги так, как вот эти деньги сыплются на нас с неба, а мы не берем их в долг у того же Европейского Союза. В этом плане нам, по-моему, надо поучиться у Германии, как не только зарабатывать деньги, но и экономить их, считать каждый цент, понимая, что эти центры либо народные, либо взяты в долг у других народов Евросоюза. Да, но вот что касается центра вакцинации, получается, что такая вот интересная ситуация. С одной стороны, мы все время обвиняли правительство и справедливо в провале вот этой всей кампании по закупке вакцин. Мы уже теперь знаем, что происходило в ноябре и в декабре. Не знаю, преступная халатность, так мягко сказано. Теперь вроде бы новый министр господин Павлиц синергично взялся за дело, демонстрирует высокую мобилизацию, по крайней мере, медицинского персонала, организует эти центры вакцинации. Вроде бы мы опять недовольны. Я могу сказать так, значит, по ситуации, это было 5 дней назад, в Латвии был привит 1% населения. Если мы говорим о так называемых главных группах риска, то в категории 60 плюс было привито 10% пожилых людей. Примерно 2 недели назад я производила подсчет, сколько понадобится времени для того, чтобы привить 70% населения Латвии, а именно такая цель стоит у Минздрава, при темпе 2500 человек в день. Именно этот темп наконец-то был достигнут буквально на последней неделе, до этого он был ниже. Ну так вот, получалось, при том, что старт вот эти 1% привитых. У меня получилось август 2022 года. На прошлой неделе сказали, вау, темп возрос до 3000 человек в день. Это значит, окей, не август, это примерно конец июня, июль в лучшем случае. У меня вопрос, где данные о том, сколько человек в день мы будем прививать при открытии вот этих вот больших центров массовой вакцинации. Совершенно понятно, что половина населения у нас живет и будет прививаться в Риге. Этих цифр нет. Меня, если странно, очень-очень удивила максимально растиражированная цитата президента Левица о том, что он, видите ли, предлагает сделать живые очереди в центре массовой вакцинации. Простите, ну давайте тогда уже окончательно уволим Эву Юхневичу и всех ее сотрудников из-за теперь уже не центра бюро вакцинации, а из-за национальной службы здоровья. И скажем, вот он, наш главный организатор, идеолог, президент. Зачем? Зачем что-то организовать? Живая очередь. Пусть люди стоят, помните, как за сервизами или туалетной бумагой стояли. Номерки на руках будем писать в этой живой очереди. Поставим полицейских с большим метром, чтобы они два метра между этими людьми отмеряли. Стульчики добровольцы начнут привозить, чтобы пожилые люди в этой очереди в обморок не падали и так далее. Послушайте, ну что за бред? Что за бред? Вы говорите, что у вас огромное количество людей записалось по телефону на вакцинацию, да? Где? Вы знали, что сегодня откроется этот центр массовой вакцинации. У вас должно быть все расписано, вся эта очередь на несколько недель вперед. Кто, когда и во сколько. Люди, простите, работают, пусть даже удаленно. Ему нужно еще доехать до этого выставочного зала ТИПСа, понять, доедет ли он. Что у нас там с запретом на проезд в общественном транспорте для определенных групп людей в часы пик. Мы еще не знаем, что в Риге по этому поводу будет происходить. Да, вот тоже интересно как раз замечание. Ведь когда, мне кажется, что правительство, ну, с логикой не все в порядке, периодически, по крайней мере. Да, потому что с одной стороны правительство говорит о том, что, вы знаете, ну, нужно меньше вообще встречаться, меньше куда-то ехать и даже грозит нам локдауном в случае распространения британского вируса. А президент в то же самое время говорит, давайте организуем живую очередь. Или вот эти центры массовой вакцинации с большой автопарковкой, куда сотни людей будут съезжаться. Ну, где же здесь логика? Абик, я тебе скажу так. Я человек-практик. Я в любых каких-то призывах и прожектах всегда вижу такую реальность и микроуровень. Мне сразу возникает вопрос про туалеты и внутри этой кипсалы. Кто их там будет дезинфицировать после каждого посетителя? Смогут ли в этой массовой очереди стоять люди, которые, ну, скажем так, не уверены в том, что они не больны этим вирусом и так далее, и так далее? Знают ли эти люди, что они должны иметь с собой, когда они приходят на вакцинацию, например, хотя бы там документы? И еще самое главное, вот когда идет эта массовая вакцинация. Я тебе сейчас скажу одну очень важную вещь, но сначала я проговорю про документы. Как я себе это представляю? То есть массовая вакцинация, я уже видела эту картинку, посреди огромного выставочного зала стоит пластмассовый стульчик, куда, очевидно, вас направят, чтобы вы задрали рукавчик, и вам в плечо сделают этот укол. Вопрос, кто фиксирует, что вы получили эту вакцину? Куда это записывается? В ЭВС-либу или куда? Где то хранилище данных о вакцинации конкретных людей? Потому что, я скажу, это очень важно. Почему? Потому что наши друзья эстонцы уже заканчивают производство программатуры для введения так называемого зеленого паспорта европейского, по которому вы, имея прививку от ковида, ну, в две дозы, естественно, сможете беспрепятственно путешествовать по странам Евросоюза, по шенгену. Поэтому любая ошибка в документации вашей вакцинации может потом стоить очень дорого и вам лично, и государству, потому что с этим придется разбираться. Еще один очень важный момент. Я не могу об этом не сказать. Пусть потом на меня навешают всех собак, как сейчас это делают с руководителем программы Айзлээктоиспанемием с Гунтесом Бойерсом, который сделал передачу по поводу эффективности вакцины AstraZeneca. Об этом можно спорить. Но я не могу как человек, как мать, как депутат Сима не сказать о том, что я знаю от медиков. Значит, дело в том, что все вакцины делятся на два больших подтипа. Я сейчас буду говорить, скажем так, своими словами. Я могу быть неточна в медицинских терминах. Вы уж простите меня, врачебная и фармацевтическая мафия. Я для людей говорю. Значит, все вакцины делятся на два типа. Первый искусственно разработанный. Второй сделанный из ослабленных, ну вот, самого этого вируса, из этого материала. И к последней группе относятся и спутник, и AstraZeneca. И вот именно с ними там есть такая фишка, что если на вакцинацию приходит человек, который, возможно, бессимптомно заражен ковидом, ну, он, скажем, не чувствует, а в нем уже этот вирус есть. Вот если он получит вот эту вакцину, AstraZeneca у нас, спутником у нас не прививает, в кровь объясню, при инъекции очень важно правильно ввести лекарство, чтобы в шприц не попало, чтобы медсестра или тот, кто будет делать эту инъекцию, не попал случайно в кровеносный сосуд, чтобы эта вакцина не попала вам в кровь. Для этого этот шприц нужно оттянуть и увидеть, нет ли там, ну, крови, сделать так называемый первый отсос, так это называется, по-моему. Вот. И я этот вопрос уже задавала медикам, которые участвуют как эксперты в этой компании вакцинации. Они, да, соглашаются, что это... Объясню, почему это важно. Потому что если человек, сам не знаю об этом, болен ковидом, и, насколько я понимаю, для вакцинации не будут требоваться справки о том, что человек не болен, да, то при попадании, возможно, такая вероятность существует, что при попадании в кровь вот такой вакцины, да, это может вызвать, ну, усиление заболевания. Ну, это как одна из версий. Но в любом случае это важно, чтобы эти инъекции делали хорошо обученные люди. Значит, сейчас, я вам скажу, происходит оперативное обучение огромных, вернее, не огромных, нескольких групп людей, которые могли бы участвовать в процессе вакцинации. Их обучают, то есть это не те люди, которые... Не те медсестры, которые делают уколы и инъекции каждый день, да, и имеют определенные навыки точного попадания, скажем, именно в мышцу, а не в кровеносный сосуд. Нет, там обучают и студентов, и фельдшеров, и уже тех, кто вышел там на пенсию и так далее, да. Если вам кажется, что любой человек, который имеет отношение к медицине, умеет делать уколы, это не так. С тем же успехом могу его сделать я, потому что у меня когда-то был военный билет, где было написано, что я медсестра. Вот, то есть здесь существует масса нюансов, которые... ответы на которые они не дают, да. То есть нам говорится только некая такая красивая рамочка. Вот, смотрите, мы открыли массовый центр вакцинации. И ничего не рассказывается о том, что за этим стоит. Не анализируются риски. Вообще главная медаль этого правительства – это абсолютное игнорирование микроуровня, к которому относятся живые люди. Потому что каждый человек – это микрокосмос со своими проблемами. И игнорируя проблемы отдельного человека, правительство таким образом не видит картины целиком. Например, вот последнее решение по поводу... не решение, а намек на то, что по окончании объявленной сейчас чрезвычайной ситуации 6 марта, возможно, после пасхальных каникул будут открыты маленькие магазины с отдельным входом. Но при этом сказали, нет-нет-нет, не надейтесь, торговые центры мы открывать не будем, большие. Ни логики. Я в этом не вижу ничего, кроме того, что у нас приближаются выборы самоуправлений и открытие маленьких магазинов. Это относится прежде всего к сельской местности. Важно для тех партий, которые хотят произвести хороший старт на выборах самоуправлений. И для меня это, к сожалению, показатель того, что правительство продолжает работать в том же антинародном духе, и ничего у него не улучшилось, и никакая эффективность не возросла. Нет этого, ничего подобного. И, кстати, насчет бюро вакцинации. Мы его на прошлой неделе формально ликвидировали. Хотя уже сразу в дебатах все знают, все об этом говорили, что все эти сотрудники останутся работать в системе Министерства здравоохранения, в системе Национальной службы здоровья. Более того, Павлец не постеснялся объявить, что для того, чтобы сотрудники бюро работали там еще лучше, необходимо еще чуть-чуть денежек, всего лишь 95 тысяч евро, и что клялся, что это такая маленькая сумма, такая маленькая сумма, что вообще не надо обращать на это внимание. Ну что там, добавим еще 95 тысяч для того, чтобы несколько человек продолжали работать и делать ту работу, которую, как выяснилось, может выполнять один президент, бросив народу кость в виде фразы «давайте сделаем живую очередь». Я очень хотела бы на это посмотреть. Да, ну будем надеяться, что до такого эксперимента мы не дойдем. Если говорить вот в принципе в целом о той ситуации, которая сложилась, с одной стороны понятно, что население очень устало от всех этих ограничений, которые в той или иной степени действуют уже с марта прошлого года, уже больше года, с одной стороны. С другой стороны, ну человек привыкает ко всему, вроде мы уже и свыклись, вот может быть уже и такое раздражение к правительству нету, как тебе кажется? Нет, это не так. Я думаю, что возмущение людей, скажем так, стушено тем, что они вынуждены заперты в своих жилищах, потому что, ну, все запрещено. Запрещены и демонстрации, и пикеты. Это только собираются разрешить собираться в пикетах, там, по-моему, до 30 человек, и на улице собираться до 10 человек из двух домохозяйств. А так люди запуганы штрафами, штрафы огромные. Знаешь, я тебе могу сказать, я сама это ощутила на себе, потому что каждый человек это воспринимает по-разному, в зависимости от своего темперамента, психологической устойчивости и психической даже устойчивости, я бы сказала. Значит, это было в прошлое воскресенье. Я поняла, что мне нужно выйти, солнышко выглянуло. А, во-первых, я сделала себе анализ крови, и анализ крови показал, что у меня критически низкий уровень витамина D. Я подумала о том, что... Думаю, и не только у тебя. Да, я подумала именно об этом, и врач сказала, что это у нас, у большинства. У нас, нам не хватает солнца, мы лишены возможности улететь, кто раньше мог это сделать в какие-то тёплые страны, чтобы это солнышко получило. У нас у всех критически низкий уровень витамина D. Я вышла на солнышко, чтобы подвигаться, взяла грабли, убирала листья у себя здесь, на улице Калтово, в залетут. И смотрю, глядя на меня, вышла, значит, моя соседка, и мы с ней переглядываемся через улицу, переговариваемся. Она в маске при этом. Я без маски, потому что я одна на улице. И в этот момент, это было воскресенье, мимо нас медленно-медленно, со скоростью, наверное, там 5 км в час, по абсолютно пустой улице, на которой были только я и моя соседка с граблями в руках, проехала машина муниципальной полиции. Это было вот, ну, типично, так машины ездят, когда они патрулируют, наблюдают, не происходит ли каких-либо правонарушений. Я думаю, боже мой, у нас улица, на которой только частные маленькие домики, у нас тут нет ни детских площадок, ничего. Что вы проверяете? Не выставила ли я рядом со своим забором мангал, и не делали что-то там с десятком гостей? Для меня это был такой символ. Мы все живем сейчас в ожидании проезда мимо нас полицейской машины, которая может остановиться, что-либо потребовать, проверить документы. И у них есть все полномочия для того, чтобы накладывать штраф. Более того, я не знаю пока ни одного случая, когда наложение такого штрафа А было бы оспорено, и Б было бы отменено. Этим чреваты, скажем так, усилением ограничения прав человека, свобод всех абсолютно. Именно это способно для любой чрезвычайной ситуации. И дело даже здесь не психологическое, а психической усталости, а именно в том, что люди, которые благодаря, ну вот, мы, граждане Евросоюза, мы этим так гордились всеми нашими свободами и всем-всем-всем, в один прекрасный момент говорят, нет, ты не свободный человек. Фактически нам каждому построили такую маленькую тюрьму закрытого типа, комфортабельную, вот, пожалуйста, вам там телевизор, возможность выйти на улицу и так далее. Сегодня 1 апреля, и я думаю, что 99% шуток будут связаны именно с пандемией. Могу поспорить, что это именно так. Это тот показатель того, в каком прессинге живут абсолютно все люди. Да, ну вот, все-таки предположим, что тебе бы пришлось, ну, не только в Сейме, что более действенно, как мы видим, в правящей коалиции, допустим, если бы ты там работала, все-таки, ну, решать вопрос о том, что делать, да. С одной стороны, мы видим, что массовая вакцинация нам пока только обещает, и о каком-то коллективной иммунитете можно, наверное, будет только говорить хорошо, если все пойдет по плану ближе к осени, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что, ну, экономика тоже имеет свой ресурс, как бы не работы, и в какой-то момент, ну, мы уже сейчас наблюдаем, что многие магазины закрываются, распродается там оборудование, ну, понятно, да, что это не может продолжаться очень долго. Вот этот локдаун для, к примеру, торговых сетей, для бизнеса. Что делать? Где найти этот баланс, чтобы не допустить, не знаю, массового заражения? Ну, примеров у нас много, даже, ну, Эстония чуть-чуть, видимо, запоздала с теми или иными ограничениями, видимо, что там творилось. Да, и как, вроде, и бизнес не погубить, и в то же самое время не допустить такой ситуации, когда бы в больницах, не дай бог, некуда будет класть этих вот больных ковидом. Это мы наблюдали тоже в целом в ряде стран. Начну с того, что, я уже сказала, я практик, я реальный менеджер, имеющий я магистрскую степень в области теории управления. Значит, первое. Во-первых, это все нужно было делать раньше, об этом уже не сказал только Неливый. У меня лично был короткий диалог с Кариншем, где я еще осенью предлагала им сделать национальное тестирование по образцу Словении с закрытием границ и купированием этой ситуации внутри страны. Этого сделано не было. Окей, я думала на эту тему, что делать именно сейчас, когда ситуация доведена до крайней степени тяжести, когда мы, первое, профукали большой период, когда другие страны уже вакцинировали огромное количество своих жителей, не будем говорить об Израиле, это пример для всего мира, но хотя бы наши соседи, та же Литва. Я скажу, когда я на Балтийской ассамблее сказала месяц назад, что у нас вакцинировано, тогда, оказывается, я ошиблась, я сказала 1% населения, тогда не было 1% даже, но надо было видеть их глаза. Да, наши коллеги из Литвы округлили, говорят, как, так мало? Я говорю, да, так мало. Значит, смотрите, у нас сейчас вакцинировано 1% населения, при этом следующая ошибка допущена, мы открыли внешние границы, я считаю, что это категорически неправильно, я считаю, что вообще самолеты сами по себе, как средства передвижения, имеющие сообщающиеся систему вентиляции, кондиционирования и аэропорты, как таковые, да, это главный, мы скажем так, источник переноса этих вирусов, причем именно вирусов с мутацией. Значит, самое главное, смотрите, окей, можно было использовать систему ЭВС, либо, как выяснилось, она у нас не работает и не заточена, простите за жаргон, под организацию процесса вакцинации. Но у нас есть система семейных врачей, у нас практически каждый человек приписан каждому семейному врачу. Можно было сделать так, сказать, сделать, стимулировать семейных врачей при помощи какого-то финансового фактора, вместо того, чтобы тратить эти деньги на сотрудников бюро вакцинации, и сказать, вот у тебя твоя паства, у каждого семейного врача есть эти люди. Этот семейный врач в состоянии отсортировать среди своих пациентов все группы риска по возрасту, по хроническим заболеваниям. Более того, у этого человека есть все контакты, его паства. Я специально опрашиваю людей с вопросом, из тех, кого я знаю, допустим, имеющие хронические заболевания, например, сахарный диабет. Спрашиваю, вам звонил ваш семейный врач с предложением вакцинироваться? Он говорит, нет. И у нас все, вакцинация организована так же, как в государственной системе в целом. У нас государство не идет к человеку, он нас ждет, когда гражданин или негражданин обратится к нему с заявлением, с волеизъявлением, на сей раз вакцинироваться. Я считаю, что это абсолютно неправильно, абсолютно абсурд. Вместо того, чтобы тратить деньги на эти газеты про вакцинации, про вот эти вот сумасшедшие какие-то рекламные кампании, позвоните человеку, сделайте так, заплатите этому семейному врачу, заплатите этой медсестре семейного врача, чтобы она позвонила человеку, задала ему вопрос. Вы хотите вакцинироваться или не хотите? Если хотите, какой вакциной вы хотите вакцинироваться? Все, сделайте. У нас есть эта система, почему не подключить этих семейных врачей? Почему вот этих добровольцев, которых мы находим среди тех же там уволенных медиков, пельшеров, студентов и так далее, не подключить в эту систему? Центр массовой вакцинации, окей, но каждый человек должен четко знать свой день, свое время, очередь и так далее. Да, может быть, такой... А дальше? И при этом, естественно, не закрытие границ, но очень-очень строгое соблюдение карантина и так далее. Я спрашивала, как этот процесс, ну, скажем так, надзора за тем, кто сидит в карантине, организован в том же России, да? Там человеку могут позвонить любое время дня и ночи, попросить сделать фотографию из окна, где он находит. У нас... Я спрашивала также у тех людей, которые сидят на карантине. Не происходит ничего. То есть, более того, у нас полиция даже публично заявляет, что, ой, нет, мы сейчас не будем концентрироваться на контроле за теми, кто сидит в самоизоляции, вот эти 10 дней необходимые после посещения за границей какой-нибудь или как контактные лица. Потому что мы будем концентрироваться на проверке торговых точек. Как они там соблюдают? Сопадает ли количество посетителей с количеством корзинок, которые они получают, ручки которых никто не дезинфицирует? Хотя, по-моему, логично, что в основном сейчас заражается особенно британским вот этим штаммом, заражается на работе и в этих домашних хозяйствах, в семье, а не в магазинах, где все ходят в масках. Но это, может быть, не знаю, еще отдельный разговор. Последний вопрос, Регина, если можно так вот, ну, коротко, насколько это возможно. Нет таких опасений, что вот сейчас правительство вроде тратит деньги и на это, и на то, и на одноразовое пособие, но наращивая долг, а при составлении бюджета на следующий год скажут, ну, видите, ну, мы потратились, уже долги выросли до 50% от внутреннего продукта, давайте теперь все зажимать, сокращать, повышать налоги и так далее. Я не думаю, что это произойдет и не по причине любви к народу. Это произойдет только по одной причине, что в октябре 22-го года... Выборы, да. ...парламент. И на это, собственно, и расчет. Я думаю, что нынешнее правительство работает по принципу «после нас хоть потоп», я думаю, что бюджет 22-го года тоже будет достаточно щедрым и достаточно социально направленным и только исключительно по этой причине. И все драки, которые будут происходить, это будут драки между правящими, между партиями, входящими в правящую коалицию на тему, как бы каждой партии показаться самой доброй, самой думающей о народе. Вот и вся игра. А отдавать долги придется тем правительствам, которые придут к власти, неизвестно когда и вообще неизвестно, будут ли у нас потом лет через пять парламенты, какая система управления будет, потому что я думаю, что нас впереди ожидает еще немало потрясений и социальных каких-то переворотов именно в области управления, потому что этот кризис пандемически показал, что управлять страной так, как мы управляли до сих пор, просто нельзя. Критическая точка еще впереди. Ну что, тут и интрига даже, ты создал определенную интригу. Ну что ж, на этой ноте, наверное, мы закончим. Регина Лочмова, депутат Сейма, у нас была на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо.